В первых двух частях по системе пылеудаления мы рассмотрели изготовление колеса вентилятора и кожуха. Третья часть будет посвящена общей сборке и мы рассмотрим систему в работе. В передней стенке кожуха вырезаем отверстия для входа потока воздуха. С помощью четырех болтов фиксируем кожух на фланце двигателя. На вал устанавливаем вентилятор. Контрольная прокрутка с открытым козухом. Проверяем интенсивность потока воздуха. КОНЕЦ Кожух будет разборным. На стык поставим уплотнитель. Я буду использовать двухсторонний скотч. КОНЕЦ КОНЕЦ Переднюю стенку фиксируем на шурупах. Двигатель 1975 года выпуска. Я решил поменять в нем изношенные подшипники. Производим разборку. Снимаем вентилятор. Снимаем кожух с фланца двигателя. С вала снимаем фланец для крепления колеса вентилятора. Раскручиваем три шпильки, которые крепят корпус двигателя. На валу напрессованы две шайбы. Снимаем их съемником. Снимаем переднюю крышку двигателя. Достаем ротор. С помощью съемника снимаем старые подшипники с вала ротора. Это у нас новые уже. С помощью деревянной оправки запрессовываем подшипники на посадочные места. Теперь можно собирать. Раскручиваем шпильки. Устанавливаем кожух на место. И колесо вентилятора. Оценим выходной поток. В данном случае это опилки от циркулярки. Проверим теперь с циклоном. Надо заметить, что работает довольно неплохо. В данном случае у нас используется двигатель всего на 180 Вт. До этого у меня с циклоном работал пылесос на 1800 Вт. То есть при мощности в 10 раз больше. times 10,чиво из 2, что internet с циклоном и ссылка не будет двигаться на 100 Вт. Пылесос на 1000 подальзом. А respondать доп αναл cryptом.